Всем привет, дорогие друзья. Мы находимся в Киеве и по традиции я возьму интервью у Смайла Сергея Ревина. Привет, Сергей. Привет. Я не буду спрашивать, как у тебя дела или как погода в Киеве. Давай перейдем сразу к вчерашнему дню. Вы одолели IC Cup и сделали это достаточно легко. Но сегодня IC Cup показали зубы в игре против Quantic. Как ты думаешь, это недосчет Quantic, либо IC Cup начали играть лучше? Мне кажется, из-за замены Black на сокшку у них игра стала менее вариативной. Они не могут ходить на хард-линию, не могут что-то придумывать, как любит Габблэк это делать. Им приходится играть на Black, идти только на изи-лейн, брать ему 3-4 героев, на которых он постоянно играет. И, наверное, эта замена повлияла. Я обратил внимание, что в этот раз вы не практиковались перед StarLadder несколько дней в кибер-арене. С чем это связано? Либо вы настолько в себе уверены, либо вам просто все равно? Да нет, нам не все равно. Практика была в онлайне. К чемпионату вроде все готовы. Просто ошибок меньше надо делать. Тогда все получится. Можно и выиграть, и альянсов выиграть. Как оценишь свою подготовку до десяти? Семерка. Я думаю, очевидно, что к International хотите набрать десяточку. Ну вот, собственно, по поводу International. А есть ли у вас какие-то там особые виды тренировки, которые необычные, а отличаются от обычных? И в целом, насколько вы настраиваетесь на International? Понятно, что это важнейший турнир для всех. Но вот что-нибудь необычное, что вам дает International такого необычного, что меняется в ваших тренировках? Ну, делать какие-нибудь заготовки, вот как мы сделали, чуть-чуть увеличили, апгрейдили стратегию альянсов. Вот это с Рошаном, который мы недавно в онлайне делали. Там какие-то фишки, мовы, что-то где-то, что-то чуть-чуть. И, в принципе, ничего такого нет, никакой жесткой подготовки. Просто стараться надо, и все. Как обстоит вопрос с визами на International? Вопрос, наверное, который интересует всех. Ну, у меня будет простой, наверное, способ получения ее, потому что у меня открытая виза. Не прошло два года после окончания ее. Ребята, буду надеяться, что всем дадут с первого раза, что не будет никакого-то кипиша, не будет нервов перед как раз поездкой. Потому что выезжать надо числа 30-го или 29-го, по-моему. И после StarLadder останется 20 дней. Если с первого раза не дадут, потом опять эти очереди. Пускай лучше им с первого раза дадут, и все будет отлично. На прошлом, собственно, в финале StarLadder я общался с NS, вот по поводу замены тебя на Санту. И самый главный фактор, который команда смогла выделить, ну, скажем, может быть даже не NS, это то, что чуть-чуть вальяжнее сам NS как капитана-лидер стал себя чувствовать, потому что ты довольно инициативный человек, и ты дал какую-то там вот открытость, так скажем, и уверенность коллективу. Сам ли ты отметишь это, и что ты внес? Что я внес? Ну, я чуть NS, да, вот правильно ты сказал, ему чуть руки развязал. Я, ну, играю на таких героях, которые что-то начинают, где-то ходят, на гангерах люблю играть. Вот, и какую-то информацию, которую он доносит до команды на ранней стадии игры, я ее начал выдавать. Там что-то пошли туда, пошли туда, и NS полегче стало. Такой вот вопрос, собственно, по поводу коллектива Anatus Vincere и по поводу твоей теперешней команды. Прошло порядочное время, и ты начал, ну, ты хорошо вписался в коллектив, собственно, начали побеждать. Чувствуешь ли ты сейчас себя как рыба в воде? И вообще, сравнивая атмосферу в Na'Vi и атмосферу сейчас, вот, и что ты можешь сказать на этот счет? Ну, время еще не прошло, в Na'Vi я отыграл полтора года, побеждали, там просто шикарная атмосфера была. Тут, ну, просто время нужно, чтобы с ребятами полностью там сдружиться, сыграться, понимать их и в игровом плане, и в жизни там, как что у них в голове вообще, какие-то раканы. В принципе, ничего такого нет, просто время нужно и все, и будет все то же самое. Очень интересный вопрос по поводу текущей твоей команды. А если бы тебе нужно было описать четырех тиммейтов одним словом, вот как бы ты кого описал? По очереди или просто всю команду? По очереди каждого. Сказал бы начать, Элидан это анимешничек, Крейзи мямля, Кси теоретик, Ярик друг мой. Хорошо, ты устроился, я смотрю. Ну и такой, наверное, фан вопрос, стоит ли ожидать на интернешнале нам опять каких-нибудь забавных видосиков с приветами китайцам, как ты делал в прошлый раз? Вполне возможно. В завершение один из последних вопросов, наверное, я тебе задам. Это, конечно же, приближающийся матч против Альянс. Я знаю, что ты ненавидишь прогнозы, потому что много раз сталкивался с тем, что что-то говорилось, что-то шло не так. Поэтому я задам вопрос, вот насколько вы готовы к игре с ними, сможете ли вы их удивить чем-то новым, и как думаешь, удивят ли они вас в этом матче? Да нет, Альянс не будут удивлять, они будут играть, как они играли, потому что они все уверенные, они выиграли все последние ланы. Китай обыграли топ-1 команды мира сейчас на данный момент, ну по последним результатам. Ничего не будут, они будут играть в свою игру. А мы, в принципе, знаем, как с ними играть, как с ними бороться. В онлайне не раз показывали, что это можно делать. Там есть пару заготовочек для них. Игра покажет. Замечательно. Ладно, Сергей, спасибо большое за интервью. Время, наверное, приветов фанатам комьюнити, спонсорам, да кому угодно. Привет друзьям, девушке, болельщикам, спонсорам BenQ и BlackBerry, партнерам нашим великолепным. Привет менеджеру, привет кайсерам, привет Снегу. Всем привет, всех люблю. Еще раз спасибо и удачи в матче.